Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Александрова Светлана. Зима! Вот сейчас как раз есть время сесть листочком бумаги, попланировать, спланировать цветники. И самое время сейчас как раз заказывать растения на следующий год. Кто-то выписывает их с интернет-магазина, кто-то планирует покупать их в своих садовых центрах. Но в общем-то это не важно. Главное ведь спланировать сначала цветники. У кого-то отлично работает фантазия, и он прекрасно знает, что ему нужно, какие ему растения нужны, знает, что он посадит в это место и в это. А у кого-то нет фантазии, кому-то нужны подсказки. И сейчас очень много новых начинающих только садоводов. И у них еще нет опыта в создании цветников, но очень хочется создать красивый сад. Зимой, когда появляется больше времени, можно почитать форумы. Это огромный опыт человеческий, людей, которые прожили вот это все, своими руками все попробовали. Конечно же, посмотреть красивые фотографии уже созданных садов. Ну и естественно, ютуб. Ну куда же мы без него? Это всегда интересно побывать в других садах, посмотреть, что сделали люди, как вырастили свои сады. Особенно если это действительно красивые сады. И я, дорогие друзья, тоже использую это время, зиму, для того, чтобы обучаться, для того, чтобы развиваться. И вы знаете, очень интересно заглянуть на европейские сайты, заглянуть в Европу, туда, в Германию, во Францию, там, где люди столетиями занимаются садоводством. Да, мне могут возразить и сказать, да, какие у них там зимы, какие у них погоды. Не имеет значения. Во-первых, это просто развитие, это просто знание. И просто интересно бы понаблюдать за людьми, как и что они делают. Но, во-вторых, очень многие растения вполне у нас прекрасно растут и зимуют. Не нужно смотреть на это видео, как руководство с действием. Но и в том числе, как пример, использовать его можно. Те растения, которые используют европейские садоводы в своих садах, доступны и нам. Зоны 3, 4 и 5 под укрытием. Это, во-первых. А во-вторых, есть масса альтернатив, когда можно одно растение заменить на другое. И у нас много таких растений, которые можно использовать как образец, а высадить и вырастить, и сформировать так растение, заменив его на растение нашей полосы. И композиция при этом не пострадает. Вот сейчас зимой, когда мы свободны от садов, от работы в саду, посетим Челси. Заглянем в сады европейские, посмотрим, какие создают они цветники. Это видео уже снято, оно готово. Небольшая коррекция видео и мой перевод. И вы узнаете, о чем они говорят. Заходите на мой канал, смотрите видео, и я уверена, они будут вам полезны. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok